Поскольку 9 мая праздничный день, а следом 10-го в Беларуси Радоница, пенсии в республике выплатят досрочно. Деньги в почтовое отделение начнут поступать уже начиная с 5 мая. Все зависит от региона. На 5 дней раньше привычного получат пенсии в Могилеве, Бобруйске и Минске. В Гомельской области в ближайшую субботу выплаты произведут всем, кому полагались пенсии 9-го либо 10-го мая. Показать товар лицом белорусские экспортеры будут продвигать свой продукт в социальных сетях. В планах также создать научно-технологические парки в каждом областном центре, а также сделать Беларусь площадкой по производству всемирно известных брендов. Что еще предлагает правительство, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненко. Алексей, какие новшества ждут белорусскую внешнюю торговлю? Добрый вечер, Юлия. Новая рекомендация экспортерам обзавестись страничками в социальных сетях. Также продвижением товаров за границей смогут заниматься специальные консультанты. Правительство предлагает привлечь для этого белорусов, живущих за границей. Задача диверсификации экспорта по-прежнему одна из основных для производителей. Сейчас корзина внешней торговли нашей страны разделена на три равные доли. Между Россией, Евросоюзом и странами дальней дуги. Вопросы продвижения имиджа актуальны для каждого из этих рынков. Очень многие и туристическая отрасль просит, и молочная просит, чтобы как-то закреплять этот все-таки имидж. Потому что отдельно каждому предприятию очень тяжело создавать и ролики, и прокатывать их. Господдержка в действии. Пенсионеры уже могут пользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках. Льгота сезонная и будет действовать весь дачный сезон вплоть до октября. Единственное условие – при покупке билета надо предоставить кассиру пенсионное удостоверение. Проезд на автобус, на дачу проехать 13 тысяч, а на дизеле, допустим, ну 4 тысячи. То естественно, что это хорошо. Полный билет стоит 6-700 от вокзала. А так я половину плачу, 350. Вот так. Трудовая золотая середина. Средний возраст работающего белоруса – 41 год. А всего в экономике страны занято 4,5 миллиона человек. Статкомитет подсчитал, что главные мужские сферы труда – промышленность, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Женщин больше в здравоохранении, образовании, финансовой деятельности, гостиничном и ресторанном бизнесе. Причем у каждого третьего белорусского работника есть высшее образование. Показать и доказать. Деньги направят только по достойным адресам. Сегодня вступил в силу указ о госпрограммах и финансовой поддержке. Помощь из бюджета получат инвестпроекты в рамках какой-либо государственной программы. А сам проект должен отвечать критериям повышения прибыльности товара и снижения его себестоимости. Рамки жесткие и исключение из правил только одно – решение об оказании адресной помощи может принимать президент Беларуси. Купюра в 500 евро может стать достоянием истории. По данным финансистов, Европейский Центробанк начал выводить такие деньги из оборота. За три последних месяца количество купюр в 500 евро уменьшилось почти на 20 миллионов экземпляров. Это 10 миллиардов евро. Причина проста. Считается, что банкноты с самым высоким номиналом часто используют в криминальном бизнесе. На днях состоится заседание Европейского Центробанка, где поднимут вопрос об окончательном изъятии таких купюр. К слову, затраты на такую процедуру могут обойтись ЕС в сумму свыше 500 миллионов евро. На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль заметно укрепился к корзине иностранных валют. Доллар снова стал дешевле. Его официальный курс на завтра – 19 180 рублей. Евро немного укрепился, а вот российский рубль упал. Причем значительно. Экономические новости представлены Альпари – профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу. Подробности на alpari.by. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. Спасибо, Алексей. И к другим темам.